Государственные и муниципальные услуги по принципу одного окна. Вот главное предназначение единого портала. Для того, чтобы воспользоваться всем спектром услуг, необходимо пройти регистрацию и подтвердить учетную запись в многофункциональном центре. Для того, чтобы зарегистрироваться на портале государственных услуг, гражданин может либо самостоятельно в упрощенном порядке зарегистрироваться с помощью своего телефона и к нам прийти подтвердить свою учетную запись, либо первоначально обратиться в МФЦ при наличии документов удостоверяющего личность с НИЛС и телефона и также подать заявление на регистрацию на портале. В течение нескольких последних лет учреждения здравоохранения Красноярского края, в том числе и поликлиники города Канска, практикуют электронную запись к врачам. При этом на данный момент есть несколько способов. Для записи существует на каждом сайте, который имеет отношение к медицинским организациям. Это Министерство здравоохранения, фонд обязательного медицинского страхования. Через любой из них можно выйти на портал госуслуг, выйти на портал и сайт медицинской организации и произвести запись. Для этого необходимо указать лишь свой страховой медицинский полис, номер, фамилию, имя, отчество и чтобы полис был обязательно прикреплен к поликлинике. Каждая из процедур занимает 10-15 минут. Кроме этого, пациенту, который записался на прием посредством электронной регистратуры, нет необходимости в утреннем посещении поликлиники и выстаивании огромной очереди с целью получения заветного талончика. Он сразу может направиться к кабинету врача. Странно. Он говорит, что будет жена ездить, но дело в том, что... Может, он на минуту переписал? Ну, аналоги ко мне, а я не знаю. Зарегистрировавшись один раз на сайте госуслуги, жители получают доступ, в том числе и к тем услугам, которые оказываются в ведомстве МВД. Регистрационный отдел оказывает государственные услуги по выдаче, замене водительского удостоверения, приему квалифицированного экзамена на категории и подкатегории и регистрации авто-мото-транспортных средств. Также при сайте может оплатить государственную пошлину с 100% скидкой. Что касается водительского удостоверения, государственная пошлина составляет 2000 рублей, но при регистрации на сайте госуслуги подачи заявки в электронном виде госпошлина на 30% дешевле, это получается 1400 составляет. То есть госпошлина оплачивает только электронным путем. Небольшая по времени регистрация удобна для многих. Например, для получения государственной услуги от МВД требуется предъявить минимальное количество документов, как правило, всегда имеющихся у него на руках. Все понравилось, очень удобно, приходишь в нужное время, в нужное место. Вы самостоятельно приходили в регистрацию? Да. Сколько по времени занял? Полгода, наверное, 15. Информированность граждан на преимуществах единого портала ежедневно растет. Это подтверждает статистика. Только в прошлом месяце порядка тысячи жителей Каннска воспользовались возможностью получить услугу через интернет. Мария Гринбаум, Александр Шумилин, телекомпания «Каннск», 5 канал.